Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим комбинации на позицию из замечательной книги «Комбинации в русских шашках» мастера Злобинского. Во-первых, что такое позиция? Так называют противостояние белых и черных шашек на одной вертикали. Занять оппозицию значит создать такое положение, когда соперник вынужден отдавать шашки. Лучшего у него нет. Первое положение. Белые начинают и проводят комбинацию, которая заканчивается оппозицией. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые начинают комбинацию ходом АЖ7. Затем меняются ФГ5 и проводят свой финальный удар. ДЕ5 и ДЦ3. Ну и куда бы черные не побили, черные шашки попадают в оппозицию. То есть, видите, шашку Б8 сдвигать нельзя, так как белые пройдут дамки, а после хода АЖ7 белые играют АЖ5. Ну и рано или поздно черные вынуждены отдать свои шашки. Вот это и есть оппозиция. Следующая позиция. Белые также проводят комбинацию и все заканчивается оппозицией. Во всех позициях ставьте видео на паузу. Буду давать примерно 5 секунд и решайте. Лучше всего расставить, конечно, шашки на доске и спокойненько попытаться найти решение, конечно, не двигая шашки. Сперва все решаем в уме, а потом уже проверяем решение двигая шашки. Белые проводят удар, то есть пропускают черных дамки, затем меняются таким образом, бьют именно 3 шашки, и затем ловят дамку вот таким образом, разменом. Вы видите, одна белая шашка легко справляется с шашкой черной. Черные вынуждены сдаться. Следующая позиция. Также несложный выигрыш. Подумайте, как выиграть. Вначале мы ставим угрозу, а затем проводим размены и проводим свой финальный удар, заканчиваясь позицией 1 на 1. Первый ход белых очевидный. Еф2. Стоит угроза ФЖ3, и белые останутся с лишней шашкой. Поэтому у черных единственный ход. Еф4. Тогда белые проводят вот такой удар. Отдают одну шашку, затем еще одну, и затем проводят вот такой необычный удар. Сперва бьем две шашки, а затем следует так называемый удар каблуком. Ну и шашка Е1 встает в оппозицию к шашке Е7. Это так называемая дальняя позиция. Куда бы черные не ходили, они проигрывают. Белые победили. Следующая позиция. Несложная. Белые ставят угрозу. Затем проводят комбинацию, и так же все заканчивается оппозицией. Одна на одну. Первый ход белых очевидный. Белые нападают. Черным надо закрываться. Лучшего нет. Тогда белые проводят удар, подрывают пункт Ф6, и бьют своей шашкой. Попадают в дамки, и затем бьют именно на поле Е3, не давая черным пройти в дамки. То есть если бы черные прошли в дамки, там уже только ничья. А здесь белые побеждают. То есть видите, создается оппозиция. Вроде бы, ход белых, то есть если они сыграют ЖФ2 или ЖФ2, они проиграют после хода ЖФ4. Но так как у белых есть возможность размена, они меняются, и при размене, запомните, оппозиция всегда меняется на противоположную. Оппозиция изменилась, и белые легко побеждают. Следующие позиции надо внимательно посчитать все варианты. И тоже белые с помощью комбинации получают выигранное положение, затем с помощью размена получают выигранную оппозицию. Не торопитесь. Первый ход БЦ5. То есть видите, сюда бить нельзя, так как белые пойдут на преддамочное поле, черные так проиграют. Поэтому черные вынуждены бить на поле Д4. Теперь белые неожиданно отдают еще одну шашку и пропускают черных дамки. Окажется, что положение черных выиграно, но на самом деле это не так. Белые ловят дамку черных и красиво снимают 5 единиц соперника. И выясняется, что позиция здесь в пользу черных. Допустим, А, Б4, А, Б2, А, Ж7. Но так как ход белых, они здесь с помощью размена меняют оппозицию на противоположную. То есть А, Ж3. Ну и допустим, на ход Ж, Ф6 играем Е, Ф4. И черным остается только отдавать свои шашки. Они проигрывают. В следующей позиции надо внимательно подумать. Такая необычная комбинация тоже. То есть белые с помощью оппозиции выигрывают. Сперва пропускают черных дамки, затем эту дамку ловят и возникает оппозиция 2 на 2. Отдаем одну шашку, затем еще одну и проводим удар. Вот таким образом. Черные вроде бы попадают в дамки, но белые тут же эту дамку ловят. И видите, шашка Ф8 не может сдвинуться, потому что она держит шашку А6. А если черные играют АБ6, тогда белые легко выигрывают. На такой ход идем сюда. Ну и на последний ход АБ4 ставим дамку и обрезаем черный ход по ходу дамки по большой дороге с выигрышем. Следующая комбинация с подвохом. Я сперва ну минуты три ломал голову, думаю, как же выиграть тут? Кажется, что выиграть не получается, но на самом деле здесь есть тонкий выигрыш. Поставьте видео на паузу и попытайтесь выиграть за белых. Ну, напрашивающийся ход здесь такой АБ2, но после хода ДЦ3 выясняется, что выигрыша нет. То есть белые вроде бы проводят комбинацию, она здесь разгромная, то есть ловят дамку черных, но в какую бы сторону белые не били, все равно здесь позиция ничейная, то есть черные играют АБ6 и затем БА5. И видите, ход белых, вот если бы ход черных был, здесь был бы выигрыш белых, но так как ход белых здесь они задержать простые черных от движения в дамке не могут, поэтому только ничья. Кажется, что позиция ничейная, но на самом деле здесь есть выигрыш. Первый ход правильный, АБ2, но здесь надо было найти тонкий ход ЕФ4. Ну и теперь в какую бы сторону черные не побили, они проигрывают. Ну если побить дамкой, белые бьют в дамки и затем нападают, видите. Ну если черные отходят, тогда проводим удар по затылку с выигрышем. То есть дамкой бить нельзя. Если допустим побить в эту сторону, тогда белые уже бьют 4 шашки, ну и затем выигрывают эту позицию, они построятся допустим вот таким образом и видите, где бы дамка черных не находилась, то есть здесь грозит ДЦ3 и поимка дамки. Если черные уйдут на поле H8, тогда грозит вот такая ловля. То есть здесь неизбежно белые побеждают. Ну и последний вариант, допустим если черные бьют шашкой на поле G3, тогда белые бьют попадают в дамки и бьют именно на поле C5. Для чего это делается? То есть следующим ходом мы ловим дамку черных и одновременно размениваем шашку H4 и возникает оппозиция 1 на 1. Белые легко побеждают. Такая комбинация. Ну и последняя комбинация сегодня тоже решал, минут 5 наверное решал, ломал голову. Кажется, что здесь неизбежная ничья. Максимум, что белые могут это сделать, то есть отдать FG3 и добиться ничьей. На самом деле здесь белые красиво выигрывают. Можете поставить видео на паузу и также подумать. Надеюсь, вы найдете выигрыш. Такой необычный удар. Первый ход белых EF4. То есть не даем пошевелиться вот этим шашкам черных. Видите, у черных застряла шашка на G7, поэтому их положение неудачное. Ну, черные здесь вроде бы ставят дамку и кажется, что белым остается только сдаться. Но белые здесь красиво выигрывают. Играем D5. Обратите внимание, у черных есть два хода. Можно побить на D4 шашкой можно побить дамкой на G5. Если черные бьют дамкой, тогда играем EF2 и легко выигрываем. Черным остается только сдаться. Допустим, черные бьют шашкой на D4. Тогда здесь надо найти необычный ход HG5. Именно таким образом. Ловим дамку черных и затем проводим размен 2 на 2. Ну и одна шашка белых легко справляется с одной шашкой черной. Друзья, если вам понравились сегодняшние комбинации, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.